Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели! Снова с вами я, Игорь Шаститко, и у нас замечательный телефон на обзоре. Это Microsoft Lumia 550. Напоминаю, что здесь вверху есть всплывающие аннотации. Там внизу под видео есть описание, где вы найдете линки на другие обзоры Lumia 550. Например, общий обзор, либо обзор производительности, либо обзор теста тач-экрана. Ну а сейчас мы расскажем о самой любимой теме, а именно об игрушках. Мы сейчас погоняем все игры, которые касаются гонок. Самый любимый, наверное, жанр на телефонах. Это и будет Asphalt, и GT Racing, и Offroad, и Beach Buggy Racing. То есть все те же игры, которые я показывал на видео для Lumia 535, 630, 730. Теперь и на новой 550. Напомню, что она обновлена. У нее новый процессор Snapdragon 210. 1 гигабайт памяти, 8 гигабайт хранилища и ценой около 3000 гривен в Украине. Что соответствует примерно 140 долларам США. Ну и смотрите дальше. А почему я сказал мы? Это не значит, что я и вы. Сегодня у нас специальный гость. Вы меня всегда попрекали, что здоровый мужик играет в игрушки. Я привел ребенка. Вернее, мне привели ребенка. Вернее, мне даже отдали ребенка. Его зовут Паша. Не переживайте, это не мой сын, не мой племянник. Просто моей коллеге сын, который хочет тоже стать ютубером. Да, Паша? Да. Вот сейчас Паша приступит. Так что наслаждайтесь тем, как подрастающая... Паша, тебе сколько лет? 10. Как подрастающая подколения, 10-летняя уже умеет пользоваться Вегасом. Ты же умеешь пользоваться Вегасом? Да. Вот. Вегасом пишет свои обзоры. У него еще нет своего канала на ютубе, на самом деле. Но он готовится стать отличным ютубером. Правда? Да. Вот. Так что ты все... Да, да. Скажи так точно. Я воль май фюрер. Какие-то другие слова, знаешь? Ну, смотрите дальше. Тестирование игрушек в гонках. Люми 550. Сейчас Паша поделится лагами, ощущениями, насколько чувствителен экран, насколько отзывчива игрушка и так далее и тому подобное. Что ж, сейчас мой юный подаван Паша начнет безумную гонку. Наверное, начнет с Асфальта 8. Запускай, Пашок. Давай, давай. Да, не, ну, может тряпочку выбросить-то. И сейчас Паша покажет класс. А вот так вот, вот вы видите запускающийся геймлофт. И, Паша, не подведи старика Волкера. Да, правильно. Не надо намного два. Выбор мобильного оператора, на котором можно делать покупки. Паша сейчас сыграет в стандартную игру Невада. Сделаешь нам Неваду? Давай, Невада. Он, правда, уже прошел. И поделится своими впечатлениями. Вы видите, как... Да, ничего не надо там апгрейдить. Ты же все равно победишь, правда? Конечно. Мы видим, как загружается игра. Напоминаю, что кроме Snapdragon 210, новое графическое ядро Adreno 304, которое ничем не отличается от 302 по частоте. Чуть-чуть лучше по производительности. Поддержка вся тоже DirectX 9C. Ну, давай. Однажми на него, чтобы видео перестало. И... Паша. И... Начинается! Давай, давай. Убей их всех. Замочи, замочи. Из пулемета. Вот этому, вот так. Вот этому. Вот так ему. Ох, как красиво. Особенно понравилось, как оторвались у него. Вот так тебе. Вот так тебе хрень сейчас вылится весь бензовой бак. У кого-то сейчас пролится смазка. Смотрите, он заходит в поворот красиво. Как отзывчивость игры? Экран чувствует отлично. Ну. Смотри, ты даже лучше меня ездишь. А сама игра не так не подлагивает? Ничего не лагает, все отлично. Ну, вот видите, специалист сказал, что все отлично и пошел кувырком. Вот это красивый полет. О, он еще и умудрился встать на колеса. Вот что творят теперь молодое поколение. Смотрите, смотрите, смотрите. Прыгнет, нет? А, не долетел. Прикольно было бы, если ты ему на крышу прийдешь. Вот так тебе. Слушай, ты смотри, какой агрессивный. Тебе родители машину еще не купили, а то я буду бояться ездить по Украине. О, догоняй, догоняй, догоняй. Так ты хотел опять меня опередить? Ну, я садишь. Если умудрился. Смотрите, Паша выходит на второе. Все дела заканчиваются одинаково. Паша выходит на второе место. Вот он подбирает бутылочку, еще одну. И скорость повышается, повышается, повышается. И... Ну, как вы ведь играете? Добиваю тоже. Ставим жабу. Ой-ой-ой. Какая невдача. Какое прекрасное самогубство, а? Ну, ладно. Набрал бутылочек и уходит в полный отрезок. Вот так тебе! Вау, как ты его. Ты видел, слушай, ты же... Я не знал, что в игре столько отличных фишек. Надо потренироваться еще. Ты открыл мне глаза на другой асфальт. Оказывается, и так можно, и так можно. Мне нравится, как ты их вот это вот мочишь, вот это толчками. Вот так. Вот так, да. Вот это было классно. Очень агрессивно. Вот после таких аварий не выживай. Так что ты не повторяй такие поездки. Стараюсь. На каком-то месте. На третьем. Переходим на второе место. И снова. Но, как вы поняли... Так. Сейчас догонишь. Суровый класс по отношению к различным чудесам автомобильной техники. По ближнему контуру. Ты знаешь, что радиус поворота ближе... Ты первый, да? Да. Аж ты нажал такое, что ты полетел быстрее. Да! Все. Паша побеждает. Ну и вы видели, как отлично идет игра. А мы будем переходить к следующей игре. Так что, вот, да. То есть, Паша ищет, куда бы найти. Вот так вот показывается. Дайте я покажу. Вот здесь вот так панелька высовывается. И выходим на рабочий стол. Ах, ты даже вот так решил. Все. А следующая игрушка у нас будет какая? Следующая игрушка у нас будет GTA Racing 2. Отлично. Смотрите дальше. Итак, переходим к GT Racing 2. Снова за рулем Паша. Паша, прошу, запускай. Давай. Время не ждет. Люди торопятся, переживают. Они, представляешь, смотрят сейчас твое видео. Ждут от тебя активных комментариев. Как тебе, кстати, GT Racing? GT Racing по сравнению с асфальтом. По сравнению с асфальтом она не настолько, как бы, крутая прямо. Она полегче. Но здесь есть вид от первого лица. И это прикольно. Тебе нравится водить от первого лица? Да. Ну что ж, сейчас, Паша, не надо ничего покупать на мой телефонный номер. Правильно. Это был правильный выбор. И сейчас, недолго думая, запускаем игрушку. Опять вы видите, как подружается. Напомню, что в телефоне 1 гигабайт памяти. Поэтому практически все игрушки идут нормально. Ждем появления игрушек исключительно под новую Lumia 950 с ее 3 гигабайтами памяти. Ну, а вот Паша сейчас на Альфа-Ромео покажет класс. Да. Да, давай. Это Иромахи. Убей их всех. Вот эти зеленые черточки. Это краткий путь. Самый короткий путь. Не самый краткий, а самый правильный. Истинный путь. Да. Ты идешь по истинному пути в церкви Windows Phone. Да. Давай догоняй их, догоняй. А, так тут ты ни с кем? Нет, они были. А где же враги-то? Мне так понравилось, как ты мочила вот этих вот всяких водителей, блондинок за рулем и так далее. Это ты переключаешь, так понимаю, вид от первого лица, правильно? А, там камера, да? Иконка камеры. А что так медленно разгоняемся? Или тут педальку газа ты не знаешь, где найти? Может, там в середине где-то педалька газа? В середине тормоз. А если наклонить телефон, не поедет быстрее? Не, 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 вперед наклоните. Не будет разгоняться? Нет. О, разгоняется вроде, нет? Смотри, разгоняется, а назад? Видишь, тормозит. Да? Да. Так что-то-то-то-то, не выезжай. То есть наклоны дают тебе газу. А ну, наклони его, речь, вперед. Да, что-то есть. А как по реакции дужки? Реакция тоже хорошая, без лагов. А чувствительность тач-скримена? Чувствительность хорошая. Не пропускают касания? Не, не пропускают. Не надо сильно давить на экран со всей силы? Не надо. Ты же не продавишь мне экран, ты же понимаешь, что это... Типа твоей маме потом придется выкупить этот телефон. Да. Да, с продавленным экраном. И вы видите, как... А, Вилл переключил передачу. И вы видите, как Паша доходит до финиша. Это финиш, да, надеюсь? А, нет, это был еще не финиш. Ну, то есть игра абсолютно нормальная, без всяких проблем. Проходится, не лагает, графика хорошая. Где же глаз у него еще? Как-то странно. Это было переключение передач и финиш третий. Странно. Странно. Тут, наверное, были призрачные гонщики. Нет, это просто зачет, знаешь, типа, каждый по-своему едет, а потом просто меряют скорость, как в Формуле-1 начальной. Ну, ты заработал бабусиком немного, так что давай выходим. Переходим к другой игре. Да, какая у нас следующая игра? Следующая игра у нас... А прибить предыдущую ты не подумал. Следующая игра у нас... У нас 4 на 4 оффроудер. Давай прибьем только сначала этот, старую игрушку. А то, чтобы не мешало запускаться. И после этого запустим новую. И теперь Паша у нас за рулем мега-джипа в игрушке 4 на 4 оффроуд. Кто не знает, там куча различных квестов, которые надо проходить. Сейчас Паша покажет, как управлять тяжелым джипом. Давай, Паша, покажи им. Что такое тяжелый джип? Ты же на Хаммере там, да? Да. А мы пока вернем назад надпись. Я люблю Люми. Ждем-с. Это мы? На этот раз это просто симулятор. Это не гонки. Но тут достаточно сложные уровни. Начинаем с первого. Это реклама, наверное, показывает. А нет. Здесь нам надо перепрыгнуть к каньон, после которого стоит финиш. А что ты на задний вход включил? Ага, ты хитрый. Чтобы разогнаться. Ты хитрый, слушай. Кто бы мог подумать. Так у тебя же крутая Точилова. Она должна сразу разогнаться. Это же Хаммер. Смотри, ты как-то вяленько разгоняешься. Потому что Хаммер большой. А-а-а. Слабо разогнался. Рекламу закрой. Это реклама, которая не может подгрузиться. Крестики. Не-не-не. Можно так? А, можно, да? Слушай. Так. Сильнее, сильнее, сильнее. Тяжай еще, еще. Надо больше разогнаться. Разгон. Это жизнь. Бабло. Это жизнь. Так, остановился. Давай на драйв. И погнали. Поехали. Погнали, погнали. Давай, Рулем не дергай. Не дергай, а то еще не взлети. И камера опять. Не взлети. О, давай. Высуй. Высуй. А, нет. Застряли. А задний ход сдать? Застряли. Задняя. Задний ход. А, все? Задняя застряла. Дело в разгоне. Ну, отъезжай совсем далеко. Вот так. О, так классно. Отъедем до Мироновки и обратно. Откуда ты знаешь название Мироновки? Давай, давай. До Биберки и обратно. О. Да. Получилось. Он, конечно, передок разбил. Ну, в общем и целом, это была победа. Ну, что ж. Ну, тут реклама. Закрой эту рекламу. И дальше, и дальше уровни. Но, как вы видели, опять же, игра идет нормально, скорость нормальная. А здесь что тебе надо сделать? Здесь нам придется... Ты передачу забыл. Здесь у нас... Нам придется также перейти каньон, только на этот раз по тонким бревнам. Так, к ходу, знаешь, типа, когда это самое... Летишь на большой скорости. И... У нас выходит это. Ну, что ж. Хватит. Не напрягай людей просмотром. Давай перейдем к следующей игрушке. Вот. Какая у нас следующая игрушка? Следующая игрушка у нас Beach Buggy Racing. Да, Beach Buggy Racing. Смотрим дальше. Опять за рулем Паша. И... Beach Buggy Racing. Побыстренько. Давай сделаем, чтобы людей особо... Там 4 игры по 3 минуты. Это 15 минут. Много. Ждем-с. Запускаем Beach Buggy Racing. На этот раз у нас будет пляжный отдых. Да, с какими-то утками. Или что там, курами? Утками. Чайками. Курами. Курами. Мочи кур. А на них же надо наезжать, да? Или нет? Нет, наоборот, они мешают. Они тебе мешают? Ужас. Злые куры. Ну что, играть. Давай просто обыкновенную гонку. Самую быструю, чтобы убить всех. Убей их всех. Там же можно же бомбы кидать, да? Да. Там разные бонусы есть. Ну, включай первую игру. Паша попробовал, конечно же, погонять немного, чтобы познакомиться с игрой. Чуть-чуть посмотри на экран. Чуть-чуть. На экран. Ну да. Чуть-чуть вперед сделай. Вот так. Будешь так лучше. И сейчас... Давай, давай, давай. Хонки, хонки, хонки. Ну, иди ход. И поехали. Ну, как вы видите, игрушка не лагает. Не лагает? Ну, немного подлагивает. Если полное разрешение на этом телефоне поставить, то немного будет лагать. А так, если чуть-чуть больше половины поставить разрешение, то она особо лагать не будет. Ты пока на шестом месте, ты видишь? Ну да, да, конечно. О, ускорение. Давайте. Так, что там, что тут такое? О, нитро, нитро, нитро. Нитро, давай, давай, догоняй, догоняй, убей его вот это переднее, переднее. Чего он тебе вот это и повороты не показывает? Вот этот большой колесник мне мешает, своими жирными колесами. Как вы видите, что, четвертый? Четвертый. Ну, молодец. Но, опять же, что ты можешь сказать по динамике игры? Эта игра достаточно интересная. А динамика? Чувствительность экрана? Чувствительность экрана хорошая. Но, как же я сказал, лаги бывают. Лаги бывают на высоком разрешении. Где управляется разрешение? Да, разрешение управляется в главном меню игры. Ну, покажи нам. Вот, когда только заходим в игру, у нас такая менюшка. Такая вот. Нажмем настройки, управление. Вот у нас, кстати, управление есть. И графика. Вот разрешение. Ага, то есть ты поставил две трети? Ну да, где-то так. Еще одна, вот, три было. Да, где-то 70% от высокого разрешения. И игрушка прошла нормально. Правильно я понимаю? Да. Ну, супер. Клади телефон, выходи из игрушки. И, наверное, будем прощаться. Правильно? Да. Я понимаю. Всем, кто любит Lumeo, привет. Как вы видели, это замечательная 550-я отлично работает с игрушками типа гонок. И Asphalt, и GT2, и Beach Buggy Racing пошли нормально. Никаких лагов по экрану не наблюдалось. По тачу, да, никаких особых лагов по графике. Тоже не наблюдалось. Да не только особых. И вообще лагов не было. Ну, видите, это ж не я говорю, это Паша говорит. Так что спасибо всем, кто посмотрели. Не забывайте, что у нас тут есть молодое дарование. Скоро он выйдет со своим каналом. Планирует делать обзоры игрушек на Windows Phone. Правильно? И на Xbox. Да, и на Xbox. Так что, кому интересно, мы обязательно в других видео, если Паша ко мне еще придет сюда, пока я в Украине, еще сделаем пару обзоров игрушек. Также обязательно опубликуем, когда у Паши появится свой канал, линк на его канал, где он будет публиковать игрушки. Но ему еще надо купить оборудование, камеру, свет, новый телефон у мамы попросить. Правильно я понимаю? Да. Ну, и, конечно же, спасибо всем, кто смотрел. Не забывайте подписываться на мой канал. Не забывайте подписываться в будущем на Пашин канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Еще раз хочу сказать, что пропустил Паша. Никакого отношения по родстве ко мне не имеет. Просто Паша очень интересуется ютубовским каналом. Хочет писать свои обзоры и так далее. Ну, и, конечно же, не забывайте шарить это видео в социальных сетях. Пишите в комментариях, какие еще игры посмотреть на Lumia 550. И напоминаю, что вот здесь вверху есть всплывающие аннотации. Внизу в описании есть линки на другие обзоры, другие видео. И на Lumia 535, которая была до 550, и на 630, и на 730, и, конечно же, на самый новый флагманский телефон Lumia 950 XL. Смотрите это все на канале. И всем удачи, счастливо. Пока. С вами был я, Игорь Шаститко. И... Афало 26. Это что такое было? Это мой канал. Я так придумал пока себе ник. А, вот так вот. И Афало 26, он же Паша. Удачи. Пока. Паша, а до свидания сказать? До свидания. Увидимся, Пальмяч.